МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня расскажем. На Ренмаре стартовали спортивные соревнования Северное сияние. В течение трех дней на лыжню будут выходить спортсмены всех возрастов, от самых юных до ветеранов. После жалоб красновчан на новые дома выяснять причины существующих проблем приехали в поселок Красная глава и депутаты Заполярного района. Верить, объединяться, искать. Под таким девизом в регионе прошел 10-й юбилейный городской физкультурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Представители региона обратились за кадрами в Медицинский университет Архангельска. На ежегодной ярмарке вакансий в СГМУ собирается несколько сотен участников в студентах выпускных курсов Медицинского университета и представители учреждения здравоохранения не только Архангельской области, но и соседних регионов. В этом году в мероприятии приняли участие исполняющие обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Елена Левина и главкрач Ниньмской окружной больницы Наталья Микова. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский поблагодарил представителей лечебных учреждений за непосредственное участие в привлечении специалистов. Руководитель ведомства также попросил представителей медицинской организации обратить особое внимание на развитие Института наставничества, кураторства. Привлечь ученика легко, а вот оставить и скрепить его на месте, создать на него благоприятные условия для работы и для повышения его квалификации – это крайне важно. Поэтому прошу обратить на это внимание и сделать все возможное, чтобы ученики могли развиваться и видели перспективу своего копирного роста, видели перспективу своего развития как врачей. Ярмарка вакансий, конференция работодателей и выпускников – универсальное мероприятие, на котором каждый студент медицинского вуза может познакомиться с учреждениями здравоохранения и их руководителями. Из первых уст узнать условия трудоустройства и потребности в специалистах. За кадрами в СГМУ представители региона обратились потому, что уверены в качестве их подготовки. И для будущих врачей здесь есть интересные возможности. Жители Ненинского округа смогут получить специализированную кардиологическую помощь в Центре управления сосудистыми рисками. Соглашение было достигнуто во время посещения 1-й городской клинической больницы губернатором Архангельской области Александром Цибульским и исполняющей обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа Еленой Левиной. Центр управления сосудистыми рисками будет создан при 1-й городской клинической больнице имени Волосевич на базе единственного в России регионального центра антитромботической терапии. Благодаря созданию этого центра медицинские кабинеты обеспечат дополнительным оборудованием для расширенной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Нашему округу передали аппарат нового поколения, который позволяет анализировать свертываемость крови у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У нас открылся только один кабинет антиоккулярной терапии в Центральной Наронной поликлинике. Сейчас мне подарили аппаратуру, которую мы отвезем в Ненинскую окружную больницу. Заведем еще один кабинет и будем подключать наши сельские поселения для того, чтобы контролировать не только город и поселок искать, а и отдаленные территории. Региональный центр объединен со всеми кабинетами через интернет. Благодаря этому врачи смогут в онлайн-режиме корректировать дозы препарата для каждого пациента. Такая программа будет реализована и в нашем округе. Данное сотрудничество значительно снизит инвалидизацию и смертность жителей от сердечно-сосудистых заболеваний. В окружном собрании депутатов обсудили исполнение окружного бюджета за первый квартал текущего года. На заседании комиссии по экономической политике и бюджету информацию по этому вопросу предоставила заместитель губернатора Ненинского автономного округа Татьяна Лагвиненко. По оперативной информации на 1 апреля в окружную казну поступило 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Основную часть доходов составили налог на имущество. Это 1 миллиард 400 миллионов. Безвозмездные поступления 1 миллиард 900 миллионов. Доходы в виде прибыльной продукции от Харягинского СРП 1 миллиард рублей. И налог на прибыль организации 792 миллиона. Расходы бюджета с начала года составили почти 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 700 миллионов перечислены бюджетным учреждениям. Социальные выплаты населения составили 766 миллионов рублей. В ходе обсуждения депутат Татьяна Федорова обратила внимание, что ежегодно на счетах бюджетных учреждений в конце года остаются достаточно большие суммы. И предложила счетной палате Ненинского автономного округа проанализировать эту ситуацию. Еще один вопрос касался выпадающих доходов. С учетом прогнозируемого выпадения доходов за счет возврата уплаченных налогов недропользователями, округу не хватает фактически 1 миллиарда на исполнение принятых обязательств. Если по другим регионам ситуация с бюджетами выравнивается, то в Ненинском округе сохраняется сложная ситуация, считает председатель парламентской комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. Депутат предложила проработать вопрос о подготовке совместного обращения в правительство Российской Федерации о финансовой поддержке региона. Кроме того, в адрес администрации округа о депутатах поступило предложение урегулировать вопросы оплаты больничных листов работников медучреждений. Всеми любимые спортивные соревнования «Северное сияние» в очередной раз проходят в Ненинском округе. В прошлом году праздник не состоялся из-за пандемии, но в 2021-м он снова с нами. Первый день соревнований на лыжной трассе побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. Вот уже более 50 лет в нашем округе проходят лыжные гонки «Северное сияние». Спортивный праздник посвящен памяти Ивана Иосифовича Чупрова. Сейчас он полностью стал как спортивный праздник по лыжным гонкам. Ранее он был, конечно, раньше включал много разных видов спорта. Но на данный момент это все перешло только в лыжные гонки. Но этот праздник наш традиционный, поэтому мы его всегда проводим. В этом году «Северное сияние» началось 9 апреля. Открывали спортивный праздник ребята, которые обучаются в школах. Как с нами поделился Евгений Шестаков, на соревнованиях участвует около 300 школьников. О своих эмоциях и спортивного праздника нашей съемочной группе рассказали участницы первого забега среди девочек. Это соревнования, где можно насладиться радостью и повеселиться. Было не очень, потому что на трассе были лужи. И очень тяжело ехать. Ветер сильный. Несмотря на тяжелые погодные условия, детский смех и радость от спортивного мероприятия можно было услышать со всех уголков трассы. Кто-то одалживал кому-то палку, кому-то отдавали перчатки. Такие соревнования проводятся не только для личного результата юных лыжников, но и для сплочения ребят. Ведь среди участников есть не только школьники со спортивной подготовкой, но и любители. На самом деле лыжи – очень хороший спорт. Развивает там ноги. Хорошо выветривается все из головы, когда хочется разведаться чем-нибудь. Очень хорошо на лыжах покататься. А ты его профессионалом лыжи не занимаешься? Нет. Так, для любителей. Многие выбирают этот вид спорта, потому что им нравится природа. В лесу тихо и спокойно. Тебя окружают красивые деревья, а на трассе сопровождают птицы. Но вот Тимофей Чуклин выбрал лыжи по другой причине. Я ходил в бассейн, и когда я пришел домой, я включил телевизор и увидел, как занимаются биатлоном, катаются. И мне очень понравилась их техника, как они катаются. И я подошел к маме и сказал, мам, можно я буду заниматься лыжами? Спортивный праздник будет продолжаться и на выходных. Самые многочисленные забеги ожидаются в субботу. В воскресенье будут проходить соревнования для взрослых. Также в субботу все желающие могут сдать нормы ГТО. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Весна вносит коррективы не только в работу дорожников и коммунальщиков, но, как оказалось, и строителей, проверяя работу последних на качество. Так, в новых квартирах жителей поселка Красное спустя три месяца после заселения уже придется делать косметический ремонт. По какой причине, расскажет Александра Литкова. Служебную квартиру врач-стоматолог Алексей Котиков получил в конце декабря. Планировка и качество постройки сразу вызвали вопросы у приезжего специалиста. Ни кухню нормальную не поставить. По периметру идут трубы. Посмотрите, диван поставил, да, я живу в семье. Шкаф мне куда ставить? Комнату-то увидели? Я понять не могу, кто вообще планировал такие, блин, ущербные дома. С неудобной планировкой еще можно смириться. Но вот что делать, когда с приходом весны по стенам и потолку течет вода? Стены пустотелые, постоянно капель внутри. Ну, там утеплитель, пеноблоки. Пеноблоки под воду не должны попадать. Они как мыло становятся. С кронштейном все упало и как бы... Активизор рабочий? Звук только есть, изображения нет. Разбился экран в этой части. Так вот, может, видно, не знаю. В соседней квартире дела обстоят не лучше. Стены у сына, что у меня, как говорится, у зала тоже все текет, протекает. По полу вода текет, в душевой, если моешься. Это что такое? Я не знаю, как это все сделано. Стены вообще пустые. Между промежутками что повесишь? Там пустота, вот так руку сунешь и настолько пустота. Это вообще я не понимаю. Как это делали? После жалоб красновчан выяснять причины протечек приехали глава и депутаты Заполярного района. Генеральный директор компании-застройщика Василий Попов рассказал, в чем дело. В период, так скажем, ветров и снега были забиты вот эти вот все вентиляционные отверстия на кровле и отсутствовала вентиляция чердачного помещения. Здание новое, соответственно, скопился конденсат в подкрышном пространстве и при первой оттепели оно потекло внутрь помещений. Компания СМП-83 строит дома в поселке Красное уже несколько лет. По словам строителей, подобная ситуация сложилась впервые. Уже много таких домов состроены. Ну, я не знаю, что тут может быть. Может, какое-то особое расположение домов, какие-то завихрения получились. Но перед решетками скопился снег. Вот и все. Решетки забило и попал снег, соответственно, на кровлю, на перекрытие. Вот. Потом этот снег начал таять, соответственно, намок утеплитель. Ну, и вот, соответственно, пошли такие протечки. Кровлю дома представители Заполярного района проверили лично и выяснили, что крыша протекает не из-за вентиляции. Там минераловатный утеплитель. Толщина у него 15 сантиметров. Он по толщине своей, ну, не соответствует тому теплого расчета, даже теоретическому, который есть в строительных нормах. Вот. Здесь, когда строили, может быть, своя была применена технология по теплоизолирующим свойствам. Ее, может быть, надо стоит пересчитать, ну, либо ее исправить. Также после осмотра здания депутаты пришли к выводу, что в данной ситуации есть вина и тех, кто принимал квартиры в эксплуатацию. Они не указали строителям на недостатки в утеплении крыши. Утеплитель ниже бруса. То есть, условно говоря, что? Два по 50. Набросаны просто так? Два по 50? Да. Набросаны, как я тебе сказал, не как ты мне сказал, сверху. А они набросаны просто посерединке. Соответственно, здесь все пусто. Соответственно, идет тепло дикое. Снизу давит куча тепла, сверху холодный воздух. И образуется очень большое количество конденсата. Потому что воздух практически вообще не задерживается. Я имею в виду теплый. Что там, гипсокартон и доска. Компания-застройщик недочеты признает и уверяет, что впоследствии обротечек будут устранены в ближайшее время. Косметический ремонт нас не устраивает. Нас у нас устроит, если все поменяется, как положено. Что надо поменять? Ну вот наверху вам что сейчас только что сказали? Люди, которые имеют какое-то образование, не как мы, простые жители, они вам что сказали? У вас неправильно. Мы же с проблемой знакомы, на самом деле. Ну и все тогда? У каждого свое мнение. Раз это неправильно, значит надо сделать правильно. Все мы обязательно сделаем. Строители уже приступили к косметическому ремонту в одной из квартир в рамках гарантийных обязательств. И вот эти все дырки, все запенили. Здесь все приходилось для, чтобы выпускать воду. По стенам им везде тепло. Надежда Соболева после получения ключей от нового жилья сама в квартире не проживала. С Виктором Александровичем у нас был разговор, чтобы я приобрела либо в собственность, либо дальше у муниципалитета, но объяснили, что нужна тогда управляющая компания. Я собиралась оформлять в собственность. А сейчас, в данный момент, я этого делать не буду. Зачем? Если здесь жили люди, они с грудным ребенком в срочном, в спешном порядке убежали с этой квартиры. Они здесь жили официально, по договору под соцнаймом, потому что я в данный момент не могу сюда переехать, в виду причин. А я с Виктором Александровичем спросила, он говорит, да, можно договор заключить. Здесь жила молодая семья с грудным ребенком. Они за выходные бегом отсюда убежали, потому что здесь лило. Конденсат, он так лить не будет. Стоит отметить, по словам жителей, дома в целом построены неплохо. Через 10 дней стороны решили собраться вновь. К этому времени строителям нужно не только провести косметический ремонт, но и устранить причину, по которой образовался конденсат. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Верить, объединяться, искать. По таким девизам в регионе прошел 10-й юбилейный городской физкультурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Подробности в следующем материале. Здорово! Нелли Соболева принимает участие в спортивном фестивале уже не первый год. Женщина состоит в команде поселка Красное, которая не раз одерживала победу на соревнованиях. В поселке Красное у нас очень хорошее здание. И тренируемся теннис, амрестлинг, стрельба, дротики. Команда лихо проходит дисциплину дартс с высокими результатами и проходит дальше. Любители пострелять из винтовок собираются в отдельном зале. Среди них Сергей Агарков. Стрельбой я занимаюсь с детства, с совершеннолетия. В детстве с ружья стрелял на охоту ходил. Потом как бы сам был охотник. Ну, а сейчас уже по мере возможности здоровья стараюсь заниматься, ходить в спортзал по стрельбе. Из заветных 30 у Сергея 27. Неплохой результат, признается мужчина. Участники соревнуются в шести дисциплинах. Это пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, кегли, шафтборд и джакала. В каждой дисциплине три победителя, которые получат кубок, медаль и грамоту. Остальным участникам вручат утешительные призы. Очень здорово, что сегодня у нас пришел губернатор Юрий Васильевич. Да, вот нас поприветствовал. Это впервые. Ну, вот за все его губернаторство он увидел наших людей, которые вот действительно всей душой идут сюда, вот участвуют, показать свои способности в спорте. Это очень неравнодушные люди, очень неравнодушные. И я рада за них, что они находят себя в спорте, в творчестве, музыке. Такие мои хорошие люди. Поздравить участников соревнований пришли представители власти. Не в первый раз уже участвую в открытии спортивных соревнований, но сегодня они совершенно необыкновенные. Во-первых, я вижу много знакомых лиц, участников, с которыми мы уже не раз встречались. Ну, и потом я хочу сказать, что физическая культура и спорт позволяют раскрывать новые возможности, новые способности, добиваться личного успеха, укрепляет думу, позволяет преодолевать личные невзгоды какие-то. Дорогие друзья, то, что мы проводим такие фестивали, это совершенно замечательно. И вот сегодняшний фестиваль, он объединяет очень много талантливых, активных людей, которые не хотят сидеть дома, а хотят заниматься спортом, добиваться успехов, побеждать. Нам надо все делать для того, чтобы мы выходили в люди, чтобы мы активно ввели работу, в том числе физическую работу, то есть ставили для себя большие задачи и сами себя преодолевали. И показывали в пример всем остальным, как нужно вести активную жизненную позицию. Поэтому ваш девиз – верить, объединяться, искать. Я бы добавил еще – побеждать. Это должна быть ваша активная жизненная позиция. Я приятно надеял вам не только видеть знакомые лица, но я, если честно, не знал, что многие из тех, кто работают и являются нашими коллегами, тоже присутствуют в этих рядах. И хотя у вас присутствует медицинское установленное ограничение по здоровью, я хочу сказать, что у вас абсолютно безграничная сила воли, стремление и сила дарить радость окружающим. Многие из тех, кто полноценный и у них нет никаких ограничений, у них нет такого энтузиазма и нет такого принципа в глазах, которые я вижу у вас. Я хочу, чтобы вы этот свет радости, энтузиазма передали близким и всем, кто вас окружает. Благополучие, здоровье и всего самого лучшего. Команда победителей до 45 лет в количестве пяти человек отправится на соревнования по Северо-Западу, которые пройдут с 26 июня по 2 июля в Сыктывкаре. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Лыжные гонки среди работников силовых структур прошли 8 апреля. В забегах принимали участие 4 команды – ОМВД России по Ниньскому округу, Росгвардии, Воинской части и Наринмарского авиапредприятия. Соревнования проходят уже пятый год. Из-за пандемии в 2020-м спортивное мероприятие не состоялось. Лыжные гонки – это один из этапов спартакиады среди сотрудников силовых структур. Сегодня у нас проходит соревнование, лично командное соревнование по лыжным гонкам. Это зачет нашей эстафеты, которая проходит в течение года. Значит, сегодня у нас в дистанции девочки бегут 3 километра, мальчики бегут 5 километров. Помимо индивидуальных забегов, участники соревновались в эстафете. Трое мужчин и одна девушка должны были пробежать по одному километру. Мы вообще всегда участвуем в обществе «Динамо» и поддержим ее в этом направлении. А почему поддерживаете? Ну, спорт – это здоровый образ жизни, раз, это сила, к этому надо идти. Просто здоровье, хороший образ жизни. За команду эстафету вручили кубок, медали и дипломы. За индивидуальный забег – медали и грамоты. Первое место в эстафете заняла команда ОМВД, вторая – команда аэропорта, третья – воинской части. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.